Добрый день друзья, снова приветствую вас на канале Вертавия и мы продолжаем ролики по Microsoft Flight Simulator. Как я и обещал, текущий ролик будет посвящен дрон-камере. Несколько камер существует в данном симуляторе. Это кокпит-камера, экстерная камера и конкретно дрон-камера. Очень полезная штука. Это некая сущность летающая, перемещающаяся вокруг самолета, которую можно перемещать по оси X, Y, Z и еще и вращать. То есть у нее есть крен, тангаж и рыскание оси свои. То есть желательно как бы два устройства. Одно двигает по координатам, другое вращает по осям. Вот. И именно поэтому очень удачно я нашел для себя решение еще на бета-тесте. Я под это дело приспособил старенький геймпад. Какой-то валялся у меня на полке геймпад, которым я толком никогда не пользовался. Дешевый, рублей там 300 стоит какой-то, декспортский там из ДНС. Абсолютно бесполезная вещь оказалась весьма востребованной. Подоткнул я ее в компьютер. И вы видите, вот она отображается как контроллер. Контроллер. Для него точно так же создан в Preset Manager новый Preset Vertavia, чтобы не было никаких назначений. И назначения далее мы делаем все сами. И вот смотрите, что я сделал. Дрон позволяет менять экспозицию. Он умеет фокусироваться, привязываться к целям и так далее. У меня выбран вариант контроллер. Мой Preset Vertavia пустой, только несколько назначений сделано. Выбран фильтр Assigned. То, что назначено. И давайте посмотрим, что у нас тут назначено. А назначено у меня следующее. Можете просто скопировать к себе, а может быть что-то добавите. Здесь есть... Можно сделать все настройки. То есть тут что-то еще есть у дрона, чего я не использовал. Достаточно много всяких функций. Я настроил те, которые мне нужны. Поэтому Assign. И проверяем. Изменения у дрона. Depth of Field. Это как бы угол зрения. Кнопочка B. Включение фонового блюра. Размытие. Кнопочка X. Автоматическая экспозиция. А. Есть еще кнопки для управления экспозицией больше и меньше. Это автоматическая. Автофокус. Кнопка Y. Тоже фокус можно менять. Настроить. Вот ручное изменение вот этого Depth of Field. Тут у меня двойными кнопками. Левый триггер с X и B. И экспозиция тоже плюс-минус. У меня левый триггер с Y и A. Далее есть перемещение дрона назад. Кнопочками у меня сделано LB. И вперед RB. Это два бампера. А сам дрон перемещается левым стиком. Влево-вправо и вверх-вниз. То есть стика в два. Один слева, другой справа. Левый стик перемещает дрон. На крестовине наверху у меня сброс позиции дрона. Если мы далеко отлетели дрона, можно использовать как внешнюю камеру, осматривать аэропорты и так далее. Сброс камеры, стрелочка вверх. И вот пошло управление правым стиком самим дроном. Pitch. Это у нас тангаж. Roll дрона. Это крен. И Яуэ это рыскание. Вот. Влево и вправо. То есть на правом стике проверяйте, что настроено. Левый со стрелочкой это левый стик. Правый со стрелочкой это правый стик. Крестовинка. Крестик. Очень удобно. Можно все это настроить на джойстике. На какие-то хатки. Но мне вот лежащий на столе геймпад прям залег в душу. То есть у меня джойстик и геймпадик сбоку. Я включаю камеру дрона и пошел пользоваться этим дроном. Очень удобно. И плюс тут еще несколько режимов. Нажатие на левый стик это включение follow mode режим следования. А нажатие на правый стик это включает lock mode захват. Ну и зум у меня назначен на дополнительные кнопки select и start они у меня называются. Вот таким образом все это настроено. Шикарно. Удобно. Показываю в действии. Грузить не буду. Скопируйте свои мои настройки к себе. Можете посмотреть что я не настраивал. Может быть у себя вы настроите. А выглядит все это следующим образом. Летит мой даймонд. Колышется на ветру. Окрестности. Окрестности Чикаго. Я по привычке хотел. Думал что это внешняя камера. Хотел ее покрутить. Нет. Беру в руки геймпад и вот пожалуйста у меня есть управление по рысканию дрону, по тангажу и по крену видите. То есть я могу поворачивать. Могу сам дрон перемещать. Немножко у меня что-то подлагивает. Но это на вот этом ролике у меня компьютер стал немножко подтупливать. Целый день я летаю. Есть зум. Причем зум и угол зрения. То есть как бы разные немножко вещи. Все это шикарно. Все это настраивается. Можно делать прекрасные картинки. Всякие включать размытые фоны и так далее. Все это очень-очень интересно настраивается. Это вот базовая настройка дрона. Я думаю что какое-то у нас будет очередное видео где мы посмотрим настройку уже такую продвинутую. Как делать красивые скриншоты с использованием различных функций. Но вот дрон штука удобная. На геймпаде дешевый за 200 рублей. Я думаю что при всех наших расходах вот видите включился режим вот этот размытия. Фокусировки. Что-то он начал фокусить. Что-то не фокусить. Вот. Очень удобная и клевая штука. Камера дрона это такое интересное решение. То есть когда он видит цель какую-то. Автофокус он на ней фокусится. Остальное размывает. Если он фокуса не видит. Он вот видите. Я зафокусился на самолете. Самолет в фокусе. А фон размылся. Получится красивейший скриншот. Отдалился. Он теряет фокус на чем. Автофокус у меня стоит. Есть ручная фокусировка. То есть можно выбрать цель на которой сфокусироваться. И дрон все это позволяет делать очень круто. Очень красиво. Все вот прям. Не знаю. Можно получать огромное удовольствие. Вот. Примерно так это работает. Включается и выключается кнопкой insert. Помните? Кнопкой end включается внешняя камера. Кнопкой insert включается камера дрона. Вот я переключился с камеры дрона на внешнюю камеру. Заработала мышка. Можно мышкой управляться. Пролетаем как раз практически центр Чикаго. Можете полюбоваться красотами. И я тем временем буду заканчивать наше видео. И потихонечку, потихонечку прощаться. Все что я хотел по камере дронов я показал. Это базовые вещи. То есть что это сущность которая управляется влево, вправо, вверх, вниз. Имеет оси крента ангажа и рыскания. И есть кнопочки для настройки экспозиции. Настройки блюра, настройки фокуса и так далее. Все это очень интересно работает. Позволяет в симуляторе делать всякую разную красоту. Друзья, приходите на канал. Смотрите наши ролики. Спасибо, что данный ролик просмотрели. Надеюсь на ваши лайки и поддержку. Чтобы дальше наш канал развивался. Ну а я с вами прощаюсь. Летайте на здоровье. Забегайте на канал Вертаве. Увидимся. И на каком-нибудь очередном стриме буду рад ответить на ваши вопросы. Если такие будут иметь место быть. Всем пока. Счастливо. Увидимся на канале. Продолжение следует...